Война. День 133. Ситуация на фронтах. Воздух. Вчера рано утром две российские ракеты попали в районе Шостки, Сумской области. Чуть позже удалось сбить шесть ракет, приближавшихся к Днепру. Также по Николаеву был нанесен удар шестью ракетами. Еще шесть ракет были выпущены в сторону Баштанки, три были сбиты. Кстати, Баштанка была местом, где российские ВДВ понесли катастрофические потери во время вертолетного штурма Вознесенска, еще в начале марта. Восток. Харьков и Прикороды продолжают обстреливать. В свою очередь, 92-я механизированная бригада отбила еще одну локальную атаку россиян. 40-я артиллерийская бригада тоже хорошо поработала, подбивая российские танки севернее Харькова. Кроме того, в целости и сохранности были захвачены два Т-80БВ и один БТР-82А. Южнее, в районе Изюма, последние четыре дня россияне, у которых около 20 батальона тактических групп и не менее четырех артиллерийских бригад, сосредоточенных между Малой Камышевахой и Яровой, продолжали наступление на Краснополье, Долину и Богородичное. В случае с Краснопольем они достигли Мазаневки и теперь атакуют с ее направления через лес к западу от Краснополья. Пока безуспешно. В случае с Богородичным русские, кажется, достигли хребта к югу от села, но в свою очередь их атака спецназа на Богородичное была отражена, и украинцы снова оказались в центре. Это, похоже, разведка боем перед началом фактического наступления. Хорошей новостью из этого района является то, что главный российский узел снабжения на этом участке линии фронта, железнодорожная станция в Соснове, уже привлекает большое внимание украинской артиллерии. Возле Северска, воспользовавшись провалом атаки россиян из Белогоровки на Григорьевку, украинцы контратаковали и отвоевали Белогоровку. В центре российские войска штурмуют Верхнекаменское и взяли спорное. На юге был отбит еще один штурм Берестова. Наемники Вагнера захватили Кленове. Южнее россияне были заняты попытками захватить Углегорскую электростанцию. По состоянию на прошлую ночь безуспешно. На южном фланге ЗСУ отвоевали село Солодке, к северу от Волновахи. Похоже, местные украинские командиры воспользовались представившейся возможностью в связи с тем, что ДНР отвела оттуда в район Северодонецка и Лисичанска слишком много войск. Юг. Судя по сообщениям о российских контратаках, ЗСУ освободили мирное. И это уже несколько дней назад. Бои за Снегиревку продолжаются. Новых продвижений в районе Давыдова-Прода нет. Но Генштаб сообщил, что попытка наступления россиян под Лазовым провалилась, что должно означать о контроле этого села Украиной. Появилось видео из Херсона со звуками продолжительного стрелкового боя. Впрочем, это могут быть партизаны или разведка. Видео сделано на основании отчета австрийского военного аналитика Тома Купера карт Натана Рассера, карт Ворд Мап, карт Лайф Юа Мап.